В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Хладнокровный убийца. Эту передачу хочу посвятить истории, которую трудно подобрать, но эпитет кроме как шокирующая. Нет, речь не о трагической гибели двухшкольниц, которые подорожат Самару уже не одну неделю. Мне еще предстоит найти ответы на вопросы за что и почему. В этой же истории, напротив, уже все ясно. Но от этого не легче людям, которые поневоле стали ее героями. Ну, может, хоть кто-то из нее излечет уроки. Особенно те, кто, вопреки логике, еще защищает так называемые ларьки, которые заполонили Самару в 90-х и от которых теперь избавляются. Есть в этой проблеме и еще один существенный нюанс. Бизнес в таких комках устроен по принципу минимальных затрат. Владелец, как правило, он же продавец, он же бухгалтер, он же и начальник службы безопасности. К чему это порой приводит, знают супруги Попян, осиротевшие в одночасье. Сразу поменять очень тяжело. Все это произошло у меня на глазах. Мамушка говорит, мы не могли ребенка спасти, потому что ребенок уже был мертвым, когда вы привезли. Ребенку, пожалуй, через месяц ей было бы 4 годика. На память от красивой и общительной Ангелины ее родителям остались только вот эти фотографии. Теперь вся их жизнь проходит по маршруту кладбища, сутки, осок. Здесь, на мигзаводе, год назад и разыгралась трагедия. Мать Ангелины вспоминает, в тот роковой день они шли с малышкой из детсада домой. Мимо уже почти приходили. Она заплакала и просила сок. Я не хотела, потому что тут очередь была. Люди стояли, очередь была. Я не хотела. Говорю, Ангелина, давай пойдем домой, дома у нас есть сок. Я тебе дома дам. Она нет, я сейчас хочу. Пока коляску захватила, подошла, она уже стоит, держит холодильник. Я сначала думала, что она хочет дверь открывать. Я говорю, Ангелине, не надо. И она как бы трясет. Я думала, она дергает и хочет открывать дверь. Я говорю, Ангелине, не надо, сломаешь. И я дернула ребенка, и ребенка посадила на колени. У нее дрожение. Я сначала не поняла, что происходит. Совсем потерялась. Начала кричать, вызовите скорую. До больницы девочку живой уже не довезли. Экспертиза потом установила, ребенка убило током. Холодильник, который стоял рядом с киоском, был неисправен. Следователи пришли к выводу. Во всем виновата хозяйка ларька, предпринимателя Ольга Исаевичева. Ее, по версии обвинения, неоднократно предупреждали. Холодильник сломан, бьет током. Но коммерсант явно была занята делами поважнее. Проявила небрежность, проявила легкомыслие. Она несла обязанности, несла ответственность за безопасное использование этих холодильников. И в судебном заседании установлено, что неоднократно граждане, покупатели обращались к Исаевичевой и говорили о том, что холодильник, тот именно холодильник, говорили, что он неисправен. Говорили, что ударяло током людей. Этого удара оказалось достаточно, чтобы трехлетняя Ангелина умерла в считанные минуты. Но горе родителя оставила безучастная хозяйка киоска. Части прибыли она, конечно, лишилась. Холодильник у нее забрали. Это теперь вещдок. Но сама она по-прежнему торгует. И совесть ее не мучает. Хозяйка Лайка и не думает извиняться перед родителями. Ведь виноватой она себя не считает. Товар чей ваш был в этих холодильниках? Я его, конечно, покупаю. Но я отвечаю за товар. Я не могу отвечать за холодильник, если его ремонтируют. Они же ремонтируют. И холодильник. Они же их ремонтируют. А это правда, что там люди подходили, говорили, что он бьется током, и вы знали об этом? Нет, это никогда в жизни. Это вот я кляну полу. Коммерсанта своя версия. Девочка якобы была больна. Оттого и умерла внезапно. А ее холодильник здесь совсем ни при чем. Я ей оказывали помощь. Ей минут 20 делали. Даже не проверили ни пульс, не проверили ей рот. А видели, что вот у нее запал язык, понимаете? Никто вообще не проверял. Я единственный свидетель. Так девочка погибла от токона, по вашей версии, или не от ток? От чего она могла погибнуть? От неправильной наказанной помощи. А помощь зачем ей понадобилась? То есть почему ей стало плохо? Мне стало плохо. Вот этого я не могу сказать. Ну вы-то будете еще раз в холодильнике вставлять после такого случая трагического? Что, одного мало убили, еще второго хотят убивать? Ладно. Вот такой паскуда здесь еще торгует, да? Давайте, давайте, говорите. А что это такое? А что это такое? Хоть пришел, сказал извини. Отойдите. Папа, извини. Отойдите от меня подачи. Отойдите от меня подачи. Паскуда. Нет, а почему вам действительно вот не извиниться перед родственниками? Я ни в чем не виновата. Я не виновата. Плохо не было. Не виновата? Ведь вы пользуетесь этим холодильником. Вы должны хотя бы сказать, что произошло около моего кеска. Измените меня. И как оказывала помощь? Как оказывала? А вы видели? Да, конечно. Вы себе говорите, что я помогала, девчонки. Сидите в своем кеске, вы помогали. Ваша девочка ударилась? Не ударилась. Эксперта доказала, что это током убивает. Я иду выше. Показывай. Показывай, сука. Не надо. Успокойся. Ты знаешь, какой джор черт убивал? Ты знаешь? Вы что сейчас делаете? Вы зачем пришли-то? Правду искать. Ангелину уже не вернешь, но мимо потенциально опасных холодильников ходят другие дети. В общем, у нас первый день в Египте. Нам все нравится. Нам да. Ой, что там. Мы балдеем. Правда, рыб еще не видели, но все еще впереди. Они тогда и не подозревали, какое горе ждет их впереди. О том, что его жена вернется домой без сына, отец мальчика Вадим Сурин узнал по СМС. Я взял телефон и прочитал, подумал, что не по адресу пришло. Еще раз прочитал, посмотрел, от кого оно пришло. История схожа до мелочей с предыдущей. Неисправный холодильник тоже стоял на улице и не раз бил током туристов. Но все обходилось, пока маленький Слава Сурин в один жаркий день не захотел мороженого. Пробежал ко мне и каким-то вот образом он руки протянул к этому холодильнику с мороженым и ударил током. Я быстрее его схватила, то есть он упал, там ударился головой, потому что сильным, видимо, был удар. Схватила его быстренько там в душ, потом на стол, то есть делали ему искусственное дыхание, то есть сердце заводили. После трагедии опасный холодильник так и остался стоять на пляже, его даже не отключили. Египетские коммерсанты к безопасности своих клиентов относятся не лучше самарских. При этом владельцы отеля тут же придумали свое объяснение гибели мальчика. Якобы он споткнулся и сильно ударился головой, хотя в заключении экспертов четко сказано поражение электрическим током. Это подтвердили и десятки свидетелей, которые находились рядом. Нас в полицию как бы постоянно гоняли, чтобы мы отказались от заявления. В качестве компенсации родителям, потерявшим ребенка, предложили 7 тысяч долларов и, внимание, 5 раз бесплатно съездить на отдых. Поразительный цинизм. У самарской семьи Папиан, которая похоронила маленькую Ангелину, еще есть шанс наказать человека, поломавшего им жизнь. Суд приговорил хозяйку киоска к двум годам. Условно. И миллионы рублей компенсации. Но это решение родители считают слишком мягким. Не было такого дня, чтобы я не плакала. Утром вижу дети с матерью идут в садик за рукой. Я помню, как я в свою водил садик. Четыре года ходили все время вместе за рукой, а тут ребенка не стало. В доме сидишь, все напоминает она и народный ребенок. Перед глазами бегала и играла, и за 20 минут ребенка не стало. Два года стоя, что на свободе она будет стоять, да, и торговать, деньги уметь, а мы будем годами мучиться. Пусть она виновата себе не считается, но мы потеряли ребенка. У них тоже, у нее тоже есть, влюк есть. В таком же возрасте, как у нас дочка. И не боите богу. Делает деньги, холодильником пользуется, но она же должна следить за холодильником. Приговор хозяйки киоска еще не вступил в силу. Предприниматель Саищева пытается его протестовать. В августе Самарский областной суд должен рассмотреть скандальное дело. Ее коллеги по торговле уверены, женщина упорствует просто потому, что не хочет платить. Я в торговле всю жизнь, я их всю жизнь знаю. На болтовне, я вот торговый работник всю жизнь. Все прекрасно, это все зналось. Просто сейчас такую компенсацию, мне это жалко оторвать. А то, что ребенка нет, ребенок по это все, это не жалко, а жалко деньги. На безопасность самарских коммерсантов все-таки заставили раскошелиться. Трагедия на мехзаводе стала поводом ужесточить требования к владельцам оборудования. Глава Самары распорядился, теперь сотрудники департамента потребительского рынка регулярно устраивают инспекции. Добрый день, да, администрация города, департамент потребительского рынка. Мы сейчас находимся, вот у поиска Кафаврак, у вас здесь объект размещен вдоль трамвайных линий. Он не размещен, он не в пределах отвода. То есть мы, ну, далее мы его демонтируем. Для специалиста департамента потребительского рынка Дениса Ильина такие рейды не только служебная обязанность, но и почти личное дело. Двухлетний Слава Сорин, тот самый погибший в Египте, был сыном его хороших знакомых. Тесен мир и проблемы везде те же, ведь холодильник, стоящий на улице, это всегда объект повышенной опасности. У нас холодильное оборудование все равно подключается к току, так или иначе. И какие-то моменты от дождя, износа оборудования и тому подобное могут проходить. Но на сегодняшний момент вот эти требования, они, значит, ужесточили. Незаконное демонтируют, легальные проверяют на безопасность. Только в промышленном районе Самары таковых обнаружили порядка двухсот. Перемещение срочное. Аминистрация. Да, да, да. Инженера надо вызвать. Чтобы не сворачивать бизнес, владельцы холодильников сворачивают провода. И даже они признают, раньше работали, полагаясь на авось. Сейчас убирают все вот эти скрутки и так далее. Вешается отдельный короб сзади холодильника. Сейчас уже по всей Самаре идет. Чтобы никаких проверяют заземление. Если вдруг малейшее расхождение, сразу включают в холодильник от сети и убирают. Приезжают инженеры, замеряют все заземление, все проверяют постоянно. Я распоряжение руководства о том, чтобы всю проводку полностью поменять, чтобы никаких больше ситуаций не было. Пока эти холодильники только проверили на безопасность и отодвинули от трамвайных путей подальше. В перспективе их вообще уберут, как и весь мини-рынок в Пустниковом овраге. Первая ласточка – вот этот табачный киосок, параллельно торгующий напитками первой необходимости для местных алкоголиков. Срок договора аренды у его владельцев давно истек. И киосок, как почти 4000 его собратьев, что вывезли за три года, отправился на штрафстоянку. Что явно добавило оптимизма жителям. Нашим администрациям столько вкладывает денег для того, чтобы мы радуемся этому городу. А мы видим пивнушки, мы не видим Самары, мы не видим Самары. Пивнушки, вот эти грязные эти ларки, вонючие. На сегодняшний момент у нас вот это вот здание, торговый центр «Октябрьский», вводится в эксплуатацию. Собственно, здесь чем? Слава Богу. По окончанию срока действия договора все эти арендаторы будут переходить в это здание, а здесь будет проводиться благоустройство территории. Слава Богу. Искренне прям благодарна вам. Пожалуйста. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Возвращаясь же к теме холодильников, хочу добавить. Понятно, что за каждым не уследишь. Да и хозяевам ларьков откровенно плевать на то, что происходит у них под носом. У них других забот хватает. Поэтому берегите себя. Жара стоит в Самаре знатная. На сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин